Участие в акции протеста приняли представители 3-й, 27-й и 100-й школы Макеевки, а также 111-й школы Донецка. Городские советы приняли решение о закрытии этих учебных заведений, однако потом суд приостановил действия данных постановлений. Сейчас поданы апелляции и судебные тяжбы продолжаются. Чем они закончатся, неизвестно. Соответственно, неясно, готовить ли школы к новому учебному году. Участники митинга уверены, что 1 сентября школы должны открыть свои двери для учащихся. Местные власти никакого участия в ремонте школы не принимают. Школу мы готовим своими силами, силами родителей. Сами родители готовят школу к началу учебного года. Местные власти нас не слышат, а наоборот только ждут решение суда о закрытии нашей школы. Но мы, я думаю, мы победим. Появляется, не понимают, что такое выполнить решение суду. А суд первой инстанции оскаржения идет самим собою. И он еще не сегодня будет принятый остаточное решение. А они меняют понятие. И говорят после окончания суда, где будут дети 1 вересня, я вас питаю. Где будут дети 1 вересня? Они будут под своими школами. При этом ситуация в школах очень различается. Если в Донецкой 111 школе продолжали готовиться к новому учебному году, несмотря на решение горсовета, то в 27-й Макеевской, судя по всему, уже нечего готовить. Все оборудование вывезено, и за две недели его вряд ли удастся вернуть обратно. В школе уже сделан ремонт. Ремонт сделан в столовой. В идеальном состоянии спортзал, в идеальном состоянии мастерские. В кабинетах начались ремонты. И через неделю школа будет полностью готова. Школу нереально к 1 сентября открыть, потому что школа пустая. Вывезено все с нее. Вывезены парты, библиотека, компьютеры. Ничего в школе нет. Цветы с подоконников вывезены. Табличка сорвана, номер школы. Проблема известна и областным властям. Председатель облгосадминистрации Андрей Шишацкий считает, что необходимо дождаться решения суда, а уж потом действовать. Все зависит от решения теперь суда, если будет подана апелляция апелляционного, и то ли надо будет в пожарном порядке готовить школы к открытию, то там ситуация, скажем так, в школах этих не совсем благополучна для того, чтобы их открыть. Ну, либо если будет решение суда, которое подтвердит правомерность закрытия школы, ну, тогда, по-моему, 45 детей, которые не подали, тогда будут переведены в другие школы. То есть такая ситуация сейчас больше зависит от суда все. Если решения суда останутся без изменений, школы нужно будет открыть 1 сентября. Основное требование митингующих – немедленно начать процесс подготовки. Впрочем, в областном управлении образования уверены, что успеют подготовить все школы к началу учебного года. Могут передвигаться апелляционные жалобы, могут передвигаться решения, но не передвинется 1 сентября. И в конечном итоге в этом вопросе страдают дети. Поэтому я еще раз говорю, на 1 сентября школы будут работать или не будут работать в соответствии с принятыми судебными решениями. При этом родители, которые не захотели переводить своих детей в другие учебные заведения, собираются 1 сентября прийти вместе с ними к дверям своих старых школ, вне зависимости от того, будут они готовы или нет. 1 сентября куда вы пойдете с ребенком? Не знаю. Куда в седьмую пойдем? Не готов? Не боюсь, потому что я буду сидеть на ступеньках до последнего, с моими детьми. И не зря мы ходим по судам, потому что мы боремся, и мы будем сидеть до последнего. Сергей Болдырев, Первый муниципальный. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.